Вот эта тема, о которой вы сейчас говорите, да? Да. То есть получается, в тот момент, когда вам было 13 лет, да, то есть вы не знали Бога. Абсолютно не знали. И вот именно через вот эту смерть, да, когда у вас с легкими произошла проблема, да, то есть вы вдруг встретились со Христом, да? Да. Вот это вот, я просто уточняю момент этот, что до этого вы не читали ни разу Евангелие. Даже не слышал, что есть такое Евангелие. Да, и то есть вы получили, что у вас произошла встреча, и вы сразу поняли, да? Да, и там все знаешь. Самое интересное, вернувшись, многое, что я не помнил, а там все знаешь. Там даже знаешь то, что я видел свою жизнь, если можно так назвать это. Хотя это не совсем то, что здесь мы можем себе представить. Там сразу видишь все, и сразу все понимаешь, и там это не накладывается одно на другое. Вот в чем дело. Вот такая история. Получилось, что вы, будучи выросли, ну как, выросли в семье атеистов, да? Атеистической, да, глубоко атеистической. Да, пережили вот эту болезнь смертельную. Да. Получили новые легкие, получили новую жизнь, и вернулись вот в эту атеистическую семью. Я просто прослеживаю этот момент, уточняю, да, что это потом, то есть это было начало вашего служения, да? Да, да. Начало призвания, начало служения. Вот могли бы еще немножко так, ну, раскрыть, как дальше вот вы пошли. Вы пошли, то есть вот вы говорили, в семинаре вы учились, да, то есть как вы туда попали. И как вот ваши родственники, они тоже пошли за вами, или они стали кухнистами? Вот это в момент интересно. Вы же там, у вас там смесь, и я вот не знала эти подробности, потому что, видимо, тогда, когда вы служили у нас на Сибирске, вы больше про историю церкви общались, чем про свою личную жизнь. А ведь это же сейчас, это очень актуально. То есть у вас смесь там евреи, мусульмане, да, то есть и все, то есть атеисты, и вы тут раз, и вот человек, который принял Христа, вот. И как все, вот как все, как вот все, как дальше пошло, вот как ваша жизнь среди вот этих родней, мусульманской, еврейской, да, и все-таки, как вы стали тем человеком, да, кем вы сейчас являетесь. Вот, немножко раскройте нам, пожалуйста. Но я хочу тоже напомнить, что называть, допустим, там, еврейской или мусульманской свою родню очень трудно, мою родню. Потому что они были оторваны от традиций вообще религиозной. Вот в чем дело. Если бы они хотя бы соблюдали что-то, хотя, хотя, вот я сказал, что дедушка мой, допустим, обрезание совершал у нас, да, всех мальчиков. Даже издалека привозили, с Казани привозили, отовсюду привозили, с Челнов набережных, вот, приезжали татары. И евреи тоже приезжали, даже с Москвы приезжали, знали, что Гали Ахмед, он обрезает хорошо, значит, и как бы, и, то есть, его уважали, как бы, знали. Вот, и мне нравилось, в принципе, ребенком, что собирались всегда, ну, как бы, это обычно праздником оформлялось, ну, чаще всего. Вот, хотя бывало, что некоторые партийные люди приезжали, просто тайком так обрезали младенца и уехали, все, как бы, и, чтобы это не афишировать, как бы. Но чаще всего какой-то праздник соблюдался, ну, ну, резали барашка, допустим, значит, мясо ели, вот, чай пили, все, собирались бабаи наши, все дедушки, все эти. Но, как таковой религиозной традиции у нас не было, вот в чем дело, я не знал ни о мусульманском представлении, ничего абсолютно вообще, кроме как, ну, Курбан-Байрам, Курбан делали, но ничего не объясняли, просто поели мясо, попили чай, пообщались, значит, да. Ну, дедушка мой татарский, ну, как бы, что он, ну, у русских традиция, там, водку пить, а у нас чай пить, в принципе, все. То есть, как бы, это чисто народная традиция, просто и все. Вот, значит, и, как бы, не особенно, как бы, объяснялось все это. Ну, может, время еще такое было, конечно, да, все-таки 70-е годы еще тогда, значит, и об этом не принято было, как бы, так, особенно разглагольствовать. Хотя сейчас, вот, я был в Татарстане, Чувашии, Татарстан, Мариэл, как? Сергей? Да. Отец Сергей, как вас приняли, вот вас, христианина, вы же уверовали, вот, вот, раз, и что произошло дальше? Сложно очень все это было. Вообще, знаете, вернувшись, я возвращался, конечно, да, вот, заходить в тело было больно, заходить в тело снова. И, ну, как обезболивающим была вот эта радость, встреча с Богом. Вообще, это было невероятное. И я знал, что я исцелен, потому что, вот, туда, куда я заползал, как бы, заходил в самого себя, там я уже мог дышать без свистов, без хрипов. Я знал, что это будет все, ну, я буду здоров. И, на самом деле, я зашел, я одел, как бы, самого себя на самого себя, получается. Постепенно заползал в самого себя, заходил в самого себя, и даже вот эти, я запомнилась, вот это впечатление сохранилось до сих пор. Я почувствовал пятки, стопы, я вот, знаете, как вот колготки одеваешь, я понял, что я дальше не могу пройти. То есть, я понял, что я, как бы, самого себя одел на самого себя, как бы, вот полностью дошел до конца, и почувствовал вот эти пятки, стопы, почувствовал. И температуры не было, все было нормально, все дышал ровно, без хрипов, без свистов. А перед смертью, как будто плита давила, и вот хрипы, свисты все эти, то есть, это было страшно, как будто игрушки с этими свистками, вот. И, конечно, я был в такой, ну, что еще, подросток, я был в такой эйфории, я думал, что это вот, это сейчас будет все по-другому, а было все по-прежнему. Я попытался поговорить с мамой, с папой, попытался, тетя была еще свидетельницей разговора нашего, они были в ужасе. Я, ну, ума хватило не все еще рассказывать, я просто даже не знал, как это рассказать, просто вообще. Я больше задавал вопросы, вернувшись, я стал таким подростком, не знаю, почемучкой, я все время задавал кучу вопросов. Я вот говорю, я говорю, мама, ты же умрешь, говорю, она была в ужасе, я вот ее, мне сказали, ну, мама, ты же умрешь однажды тоже, вот, вот я умер, ты же умрешь однажды. Говорю, а если ты умрешь, говорю, ты исчезнешь или нет? Вот я вот этим все. А потом говорил тоже, если ты не исчезнешь, если ты все-таки будешь, как ты думаешь, что ты там увидишь? И, видимо, я сказал это в таком присутствии, как вот сейчас я понимаю, да, что даже тетя обомлела просто вообще, потому что они, у мамы истерика началась, реально. Потому что она что-то почувствовала тоже, и тетя что-то почувствовала, даже в комнате, вот, что что-то, ну, еще присутствует здесь. И вот эта любовь, которую я пережил, она для кого-то ожесточением является, к сожалению. Как вот один из великих проповедников говорил, Чарльз Перджин, такой протестантский златоустый англичанин, он говорил, значит, что вот как вот глина и воск, значит, глины и воск, допустим, в подвале, где-то в сыром, там, значит, да, в темноте, они могут в определенном состоянии, ну, быть похожими. На ощупь, допустим, да, значит, но когда глину и воск выносишь на солнце, глина превращается в камень, каменеет, на солнцепек, допустим, да, а воск плавится. И вот присутствие, когда Бог, как он говорил, чем ближе Бог приходит, кто-то плавится. Если имеет в себе его любовь немного хотя бы, он плавится от любви. А человек, который не имеет в себе этой любви, он ожесточается, он каменеет. И вот когда вот Бог приходил в Египет, допустим, да, то, значит, написано, фараон ожесточил свое сердце, да, потом опять, фараон ожесточил свое сердце, а потом написано уже, и Бог ожесточил его сердце. Каким образом? Не то, что Бог плохой, не просто Бог хочет поиздеваться над ним, нет, просто он пришел, чтобы спасти свой народ. Его присутствие в Египте было просто колоссальным. Но сердца тех, кто имел в себе немного его любви хотя бы, они плавились. Особенно сердце Моисея, оно плавилось от любви. А сердце фараона ожесточалось, в камешек превращалось. И чем дальше, тем больше. И вот, знаете, вот сердца и мамы, и папы, они ожесточились. Они меня там по врачам возили. Еще врачи, тем более, напугали, что раз я отсутствовал, ну, примерно час больше-меньше, значит, да, был мертв. И отмирание мозга, там, значит, там, я буду, значит, там, инвалидом по жизни, все. Но врачи проверяли, что ничего не нашли, никаких таких вот отмираний головного мозга. Наоборот, даже в учебу я стал, ну, больше успевать в учебе. Вот, значит, но единственное, что я стал часто плакать. Я до того никогда не плакал, я, ну, воспитан был так, что нельзя мальчику плакать вообще. А здесь я стал плакать. По вечерам я, вот, засыпая, я все время просто ревел вообще. Мне хотелось хотя бы секундочку ему снова в глаза посмотреть. И я не знал, как можно с ним, с Богом поговорить. У меня был только лишь один опыт, вот, умереть, выйти из тела, быть с ним, да, и вернуться снова. Вот, я даже в школе тогда вот на уроке, помню, у меня был такой, да, как бы опыт, не опыт, но идея такая возникла. Думаю, а что если, хотя тогда еще, оп, все это происшествие было еще очень для меня памятным и, как бы, болезненным. Но я был снова готов уже тогда, значит, все это повторить. То есть, еще раз, специально уже, специально уже нарочно уже простыть, накупить много мороженого, заболеть, значит, и даже был готов все это снова пройти. Это ужас этот, болезненный выход. Но хотя бы секундочку ему в глаза посмотреть, хотя бы секундочку, я думаю, вот за это все был готов отдать. И знаете, вот, и, ох, самое страшное было умирать, как бы, вот, понимаете ли, вот, ну, как духовно. Быть отстраненным от Господа, вот, самое страшное. Я не мог ничего объяснить. Со взрослым пытался говорить, на меня как на дурака смотрели. Вот, там их к психиатру возили, он расспрашивал, что я видел. Ну, ума хватило не все рассказывать. Он когда спросил, это все, Сережа, я-то не все, конечно, ему рассказал. Но я видел его глаза, что ему совершенно скучно все, что я рассказываю. Ему это совершенно неинтересно вообще. Он там себе писал, писал что-то и все, на меня смотрит, как на кролика какого-то. Вот, я сказал ему ложь, я бы знал, что это, как бы, ложь, но это неправильно. Но я солгал ему, сказал, это все, говорю. Вот, и, вот, отпустили меня, прописали всякие там препараты какие-то, ну, понимаете, значит, я, значит, понял, что со взрослыми каши не сваришь. Пытался со сверстниками что-то выяснить, пытался что-то рассказать одноклассникам, но тем более у меня был там товарищ, который, ну, у нас, до того, как я умер, у нас было много общего с ним просто. Но когда я вернулся, у нас было уже, ничего общего не было уже, потому что все, что раньше мне нравилось, мне это разонравилось совершенно. И наоборот, понравилось то, что раньше терпеть не мог вообще. То есть я вернулся с другими мозгами, с другим сердцем, умер, я даже не знал, что Бог существует, а вернулся, я не мог без Него жить. Я влюбился по уши в Него, это была первая любовь, и я не знал, что делать, знаете, как вот, как вот, не знаю, образ какой-то таинственной незнакомки. Ты влюбился, и все, и не знаешь, где это, что это, но знаешь, что она вот здесь вот где-то, да, вот, но ты не видишь ее. И вот Бог, он, я знал, что он все это слышит, видит все это, но как с ним увидеться, вот это, быть отстраненным от Него, ты как будто во сне, и ты не можешь проснуться, самое ужасное, ты не можешь проснуться вообще, и что бы ты ни делал. И вот у меня возник такой план такой, специально заболеть, думаю, попробую, а почему бы нет, хотя, ну, хотя это все больно будет, но, думаю, я готов. Ну, так получилось, что в школе задержали второй, ну, вот, в школе художественной, и уже поздно вернулся, я думаю, надо же, и заболеть не получилось толково, и все, короче, я разревелся, вот, опять, значит, значит, кстати, я раньше никогда не плакал, на самом деле, а здесь я засыпал, подушка вся мокрая, я не знал, что столько в глазах, может быть, вообще жидкости, вообще слез, что подушка мокрая, не от пота, а от слез, представьте, это ж надо же так влюбиться, так орать, плакать, так вот, и, и вы знаете, и во сне начались сны, во сне Бог приходил, это не была смерть, это был сон, но это было во сне удивительные вещи, это меня успокаивало, вот, во сне я пережил, там не было Бога, видимо, как бы, но Он там присутствовал очень сильно, Он был как бы в образе был таком, знаете, вот, как бы, ширма, не ширма, завеса, не завеса, но что-то такое, вот, как медуза, что ли, вот, вот, и за ней я знал, что вот за ней Бог, вот, и там были мальчики, девочки в этом сне, их было много, Они были такие все светленькие, радостные такие были все. И они играли в такую, мне показалось, странную игру. Они, значит, в этом сне, они чем-то занимались, там играли друг с другом. А потом они все это пересказывали Богу, разговаривая с Ним. Я понимаю, они тоже не видели Его. Они тоже понимали, что Он видит их, смотрит на них и слушает их. И они все пересказывали Ему. Я подумал, ну это глупо, чем они занимаются. Потому что Бог и так все это видит и слышит. А почему они ему все равно пересказывают? Но когда, я заметил, когда они пересказывали Ему, они становились еще светлее. Как-то еще радостнее. А мне грустно было. И во сне я попробовал, думаю, почему бы нет. А раз у них получается, может, у меня получится. И я стал рассказывать Богу, я стал говорить, не видя Его, но стал говорить к Нему. Как мне плохо без Него. Как вот, ну конечно, хорошо, что я вот, ну, узнал о Нем, да, у Его. Но как мне, пытался с родителями поговорить. Вот я пожаловался на все. И на школу. И в школе тогда, значит, первые дни я вот пришел в школу. Я не могу даже учиться нормально. Я тоскую по нему. Я не могу без Него. Хотя бы секундочку в глаза ему посмотреть. И я все тому рассказал. И когда рассказал во сне, как-то так полегчало, как-то так. Прямо во сне почувствовал так. Как-то легкость такую. Приятную такую. Вот, думаю, хорошо, прекрасно вообще. Ну, вот, надо же. Можно с ним разговаривать, как бы не видя Его, но с Ним разговаривать. И я проснулся. Я проснулся задолго до будильника. Еще засветло. Вот. И у меня идея возникла такая. Думаю, а раз во сне получилось, может быть, и наяву попробовать так же вот. Не видя Его, но с ним поговорить. Так, но во сне-то стоп. Во сне там были мальчики и девочки. Мне было проще, когда все этим занимаются. И как бы мне было проще там. А здесь-то я один. Ну, я не мог решиться. Мне было трудно решиться. Думаю, тем более, если сейчас мама, папа там, они как бы увидят, услышат. Вообще скажут больной точно. Разговаривают с тем, кого не видят вообще. Вот. Мне было сложно начать разговор. Но мне помог многосерийный этот фильм, этот советский, тогдашний. Показывали как раз. Мне он помог, этот фильм. 17 мгновений весны. Вот эти образы у меня вдруг представились. Я вспомнил этот фильм, значит. И, значит, тогда повтор шел как раз. Мне, в общем, фильм запомнился. Вот этот эпизод. Эпизода вспомнил я. Вот этот Штирлиц. Советский шпион, значит, там в логове злодеев этих. Значит, он носит эту форму, которая ему ненавистна совсем. Он ходит среди этого гадюшника, который он ненавидит. И он такой весь депрессивный, какой-то такой унылый. Но он понимает, что это нужно все ради победы. Как бы, чтобы там, что он узнает, все передает, как бы, на большую... Ну, к себе там, на родину передает. Юстус, центру, центры Юстусу. Там у них своя есть манера сообщения. Радист какая-то, все прочее. Вот, и я подумал, стоп. Вот он носит эту форму, а я ношу вот эти вот одежды кожаные, ношу. И, как бы, я тоже, я вот понимаю, что все это ненастоящее. Я здесь в логове врага, как бы, но я хочу с ним поговорить сейчас. Я думаю, я поговорю с ним. Вот, и я не знал слова молитва или намаз там, или что. Но я стал с ним разговаривать. Мои первые молитвы были очень странные такие. Но ему нравилось это. Я точно знал. Вот, я говорил так. Решился. Все-таки, когда решился, я сказал так. Бог. Это я, Сережа. Прием. Прием, говорю. Вот. Но мне было важно. Оттуда весточку я уже даже и не надеялся получить. Мне бы хотя бы слить информацию. Мне бы хотя бы рассказать, пожаловаться хотя бы, поплакаться хотя бы. Короче, и я, значит, давай ему все рассказывать. Ну, вначале прием. Ну, как бы, выждал паузу. Видимо, он сейчас, видимо, сейчас на связи. Как бы, внимательнее, как бы, слушает сейчас. Вот. И я давай ему все это, как вот во сне говорил. Короче. Все наяву, то же самое пересказывал. Да еще и больше, короче. Все. Короче. Все рассказал. Вот, значит. И, конечно, я ему сказал, что говорю. Ну, самая плохая мысль в моей жизни была вот после жизни уже, когда я подумал. Ну, а как бы я мог жить, если бы я раньше знал, что Бог существует. Я почему, мне почему-то казалось, что эта мысль, она меня, ну, как бы, направила обратно-назад, как бы, вернулся обратно в тело. Ну, ладно. Одним словом, вот, когда я, значит, с ним поговорил, еще задолго до подъема, до будильника, я, значит, сказал, до связи, как бы, снова до приема, до связи. Все. Я знал, что, как бы, вечерком после школы я приду и тайком так вот снова с ним выйду на связь. И, вы знаете, когда я с ним поговорил тогда первый раз, моя первая молитва, вот, вот, и когда я сказал до связи, знаете, так хорошо стало, так приятно вообще, так прекрасно. Думаю, здорово. Чего я раньше не знал об этом, что можно с ним разговаривать, не умирая, без экстрима, вообще, без экстрима таких всяких. Вот. И, вы знаете, на самом деле я пришел в школу и уже нормально чувствовал себя уже более-менее. Ну, конечно, да, без него было очень тоскливо, но все-таки уже жить можно было, жить уже можно было, да. И, значит, и уже вечером, придя домой, значит, я, значит, там, один когда убедился, один уже потихонечку так закрылся и снова Бог, это я, Сережа, прием. И стал рассказывать, ну, все, что было, какие были уроки, что задавали, как, ну, уже было нормально, как бы, друзья, товарищи, все хорошо уже, но, говорю, все равно без тебя плохо, все равно. Вот. И вот, и во втором сне, почему я еще рассказываю, это очень, ну, для меня очень памятно, просто значимо, свидетельство такое. Вот. Второй сон был еще более стрессовым для меня вообще. Потому что во втором сне я узнал, что он мой отец. Я вырос в семье, где и мама, и папа, понимаете ли. И, кстати, когда в Казани гостил я несколько лет назад у моего брата двоюродного, у Рената, вот, значит, он... Дед Сергей, можно перебью? Да. Перебью вас. Сейчас запомните про Казань. Да. И я задам вопрос. Да. Потому что очень важно. Получается то, что вы не, еще ни разу не виделись с верующими людьми, то есть, и не читали Евангелие. Не знал даже, что такое даже Евангелие не знал. Да. Потому что то, что вы говорите, вот, я на самом деле первый раз слышу, за всю свою вот 30-летнюю, да, что человек, вот, как вы говорите, вы узнали, что Бог ваш отец. Да. То есть, ну, вы не виделись с верующими людьми. Абсолютно. И вы не читали Новый Завет. Абсолютно. То есть, и получается, то есть, вы это получили откровение во время сна. Да, это было во сне, да. Во сне я видел огромного льва, там были животные удивительные, таких в зоопарках не увидишь вообще. Там были такие растения, которых вот, ну, цветы просто невероятные. И вот, ну, особенно меня впечатлил лев. Огромный, как дом, наверное. Ну, он подходил ко мне, он шел ко мне. Кстати, потом мне очень помогала песня, вот, которую я там с ребятами пел на евангелизации. Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, я это видел. Все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим. Кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя, дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев. Кстати, этот лев меня облизал. Он подошел ко мне, я закрыл от страха глаза во сне, прям во сне. Представляете, закрывая глаза, я не вижу его, но я все слышу, ощущаю. Это в православии называется тонкий сон. То есть, я проснулся облизанным, это не был пот. Вот, это вот отцы древности называли тонкими снами. Я об этом понятия никакого не имел абсолютно вообще. Но я это пережил в своей жизни. Этот лев не сожрал меня, как я думал. Он облизал меня, радостно при том облизал. Я почувствовал эту радость такую. Когда облизал, я проснулся в таком, аж в возбуждении радостном просто вообще. Вот, и, значит, этот лев добрый был на самом деле. Не как я думал вначале, сейчас сожрет меня, наверное. Он огромный такой. Думаю, я ему на один зубок только вообще. Вот, и перед тем, как он меня облизал, я закрывал глаза во сне. Не видел его, но все ощущал. Его дыхание чувствовал, горячее такое уже. Прямо перед моим, ну, лицом перед моим. И я обращался к Богу в этот момент. Прямо во сне. И самое удивительное, что меня вот в стресс привело. Я обращался к Нему, как к своему отцу. Я говорил, папа, папочка, папа. И дальше обращался, говорил. Я не знал молитвы отчина. Я не знал ничего. Но уже летом того же самого 82-го года, когда я узнал об этой молитве, я прочитал эту молитву в книгах по научному атеизму, из атеистической литературы я находил много текстов из Писания, в том числе вот эта молитва «Отче наш». Я как бы сразу понял, на что она похожа, эта молитва. Но не сразу понял. Только лишь через месяц-два, наверное, я не знаю. Нет, наверное, даже уже в 83-м уже. Когда у меня появился товарищ, православный один парень, тоже в училище он поступал художественно. Он тоже учился в школе художественном, только в другой школе. И в Орле было училище художественное, куда мы поступали. Вот он только поступал на педагогическое отделение, а я на художественное оформление. И оформительское отделение. И вот мы когда общались, я рассказывал ему о том своем опыте. Я старался говорить с людьми, но было очень сложно. Это первый человек, который воспринял серьезно по крайней мере то, что я ему рассказал. У него бабушка была православная. Она в храме читала, пела, ходила регулярно. Он не часто, но он посещал. Я через него достал Библию, потом уже настоящую Библию. Ну, вначале на месяц, только лишь доставал раз в полгода. А потом уже и настоящую Библию купил, уже приобрел себе. Но это было потом. Но когда я с ним разговаривал, я ему рассказывал. И вдруг я понял четко. Я же, когда Лев меня облизал, перед тем, как Лев меня облизал, я же, в принципе, говорил Богу примерно то же самое, что Отче наш имеет в виду. То есть, это как вот только другими словами, как бы. Не Отче наш, Иже Иисусе на небесах, а папочка, папа, папа, папочка. Вот ты на небе, там, как-то так вот. То есть, и потом вот имя твое, откуда я знал это все, что имя его славить вообще? Вообще, я... Одним словом, Лев меня не сожрал. Я проснулся весь облизанный, но в стрессе таком, понимаете ли? Если бы у меня семья была... Я потом уже взрослым подумал так. Если бы семья была бы неполная хотя бы, допустим, да? Вот, значит, не было бы. Или сирото я был бы. Это было бы как-то объяснимо. Но ведь и мама, и папа, и все прекрасно. И вдруг я узнаю, что есть у меня настоящий мой папа. Ах, тем более папочка. Я поэтому рано утром, так же проснувшись, еще засветло, еще, значит, до будильника задолго, я не мог начать снова разговаривать с ним, как тем утром предыдущим. Но я решился, я решился. Вначале я не решился сразу его назвать папой. Я, значит, сказал Бог вначале. А потом понимаю, что он сейчас слышит, и он ждет другого. Он ждет, что я к нему буду говорить не просто Бог, а папа. Фу, и я решился. Я решился. А сам думаю, сейчас если услышит папа, мама, что я кого-то еще не просто разговариваю с кем-то, а еще называю папой. Это же вообще... Но я потом потихонечку так вот, значит, ну, еще раз убедился, что меня не слышит никто. И я так вот обратился к нему. Мол, Бог, говорю, это я, Сережа. А потом не вытерпел и назвал его. Впервые назвал его тогда папа, папочка, папа. И снова стал рассказывать ему все это. Что во сне было. Что я не понимаю. Я потом уже, когда стал уже читать книгу Апокалипсис уже, уже в училище художественном, я стал понимать, что же я видел вообще. Вот эти образы эти, эти чаши, эти всадники, эти... То есть там были такие образы потрясающие, которых я не знал, что это означает вообще. Это спустя уже, там уже несколько лет уже, я стал понимать, что я видел во сне буквально. Вот, значит, что происходило во сне. Но самое главное, даже не вот эти вот чаши и всадники. Самое главное, вот эти животные и особенно этот лев. Особенно этот лев, который... Вот он меня облизал, говорю. Вот это и то, что Бог, он мой папа, папочка. Но я когда стал ходить в храм уже, постепенно, не сразу. Ну, Библия пришла в мою жизнь. Да, я обмовился, но поподробнее очень важно сказать.